Музыка Я буду рассказывать о цикле работ, которые, наверное, там последние 15 лет, посвященном функции длины для алгебр. Это результаты, совместные с моими славянскими соавторами Грегором Долинаром, Баяном Кузьмой, Аполлона Облак и Еленой Шмигоч, немецкий соавтор Волькер Мерман, ирландский соавтор Том Лафи и ученики Света Жилина, Дима Кудрявцев, Оля Маркова. И вот Миша Христик — это ученик Оли Маркова, то есть научный внук. Соответственно, очень простая задача. Мы хотим породить матричную алгебру как векторное пространство. Ясный ответ. n квадрат матричных единиц решает эту проблему, но это у нас в руках сложение матрицы, умножение матрицы на число. А если как алгебру, то есть когда у нас три операции — сложить матрицы, перемножить матрицы, умножить матрицы на число. Это тоже задачка, которую можно с первокурсником обсуждать. Ну и, конечно же, меньше нужно матриц для того, чтобы ее решить. Ну, скажем, просто по правилам умножения матричных единиц мы всегда какие-то заведомо можем исключить. То есть все n квадраты не нужны. Ну, так сказать, можно на всех диагональных, например, сэкономить, а можно, используя правила умножения матричных единиц, дальше пойти. Ну и вот, скажем, можем ли линейное количество сделать. Вот такой промежуточный вопрос. Ну, оказывается, что матричные единицы удобны для того, чтобы порождать как подпространство, и достаточно неразумные матрицы для того, чтобы порождать как алгебру. Они просто не очень заполнены. Вот. Поэтому можно, выбирая другие матрицы, добиться лучших результатов, но я предлагаю посмотреть на эту задачу с противоположной стороны. Вот, скажем, одной матрицы хватит? Заведомо нет. Есть теорема Гамильтона-Кейли, которая нам даст ограничения на размерность порожденной под алгеброй, значит, n-квадратмерную матричную алгебру мы так не получим. А вот пара матриц. Пара матриц уже хватает. Вот это на самом деле глубокий, нетривиальный, удивительный факт, что матричная алгебра двухпорождена. Ну и, соответственно, вот эта пара матриц, например, позволит вам породить всю матричную алгебру, когда у вас в руках уже три операции. Ну вот я просто выписал аналитическую формулу для матричных единиц. Внизу слайд. Не обязательно это, соответственно, вот так мы можем любые матричные единицы выписывать, но можем, так сказать, предложить и другие пары. Например, если у вас комплексный корень из единицы есть в поле, то можно вот такую матрицу циклического сдвига и диагональную матрицу. С полем характеристики больше, чем размер, можно какую-то такую пару рассматривать. На самом деле, можно сказать, больше. С вероятностью один любая пара матриц порождает матричную алгебру. Ну, этому утверждению можно придать даже строгий смысл, но мы идем дальше. Нас интересуют количественные характеристики, которые будут показывать, насколько данная система порождающих хорошо устроена, быстро порождает матричную алгебру. Рассмотрим какую-то конечномерную алгебру. Она, конечно же, конечно порождена, и в ней возьмем вот это порождающее множество s. Рассмотрим слова от порождающих длины не больше, чем какое-то фиксированное i. Линейную оболочку этих слов. Какие-то векторные пространства. И возникает такая расширяющаяся фильтрация на нашей конечномерной алгебре. Соответственно, слова длины не больше, чем и, вложены слова длины не больше, чем и плюс один, и так далее. Раз исходная алгебра была конечномерна, то эта фильтрация не может не стабилизироваться. Соответственно, первый момент, где она стабилизируется, это как раз и называется длиной фиксированной порождающей системы для данной конечномерной алгебры. Более того, понятно, что если мы работаем с ассоциативными алгебрами, то просто по индукции, непосредственно откалывая слово длины n-1, можно показать, что если где-то у вас возникла стабилизация, в какой-то точке у вас элемент фильтрации равен следующему, то все элементы уже совпадают. Соответственно, вот это минимальное количество, на котором минимальный индекс, где есть совпадение, называется длиной системы порождающей данной алгебры. Вообще говоря, если алгебра не ассоциативна, то так отколоть слово не всегда можно. И вот, скажем, я привожу пример такой алгебры, где стабилизация, совпадение двух элементов такой фильтрации не обязательно влечет совпадение всех последующих элементов. Именно вот можно увидеть, что просто следствие соотношения на порождающем. Ну вот, соответственно, можно рассмотреть теперь максимум всех этих минимумов. И это будет длина уже всей алгебры, не зависящая от выбора системы порождающих. То есть вот речь идет о такой функции максимин. Значит, по всем системам порождающих мы берем минимальные точки стабилизации. Ну вот в ассоциативном случае понятно, что размерность на каждом шаге растет, поэтому, по крайней мере, на одну единицу. Поэтому вот такая тривиальная версия оценка есть. Она достигается, скажем, вот здесь я привожу примеры алгебр, групповая алгебра ZTN, которая просто однопрождена, или треугольные матрицы. Их длина будет как раз N-1. То есть вот размерность минус 1. Каждый раз это отдельное рассуждение, дающее верхнюю оценку на длину. И мы указываем систему порождающих, на которой эта верхняя оценка достигается, ну и тем самым доказываем совпадение длины с той или иной функцией. Вот на этих двух алгебрах оценка точна. В принципе, вычисление длины полной матричной алгебры это отдельная сложная и открытая задача. То есть вот даже для 2 на 2 матриц придется повозиться. Значит, вот можно показать, основываясь на теории Мегамильтона Кейли, что длина первого элемента фильтрации должна быть по крайней мере больше равна 3. Ну а дальше есть два случая. Случай, когда она просто 4, тогда длина соответствующего порождающего множества 1, и когда она равна 3, которая сбивается в свою очередь на ситуацию, когда такая система не может породить матричную алгебру, и когда длина меньше равно 2. И вот внизу я указал систему двух матриц, на которой оценка 2 достигается. Тоже уже для 2 на 2 матриц это нетривиальная задача вычислить функцию длины, а вот, например, для 6 на 6 этот вопрос открыт. Более того, этот вопрос возникает в связи с самыми разными приложениями, то есть он интересен не только как какой-то такой фундаментальный вопрос про ассоциативные, там не ассоциативные алгебры, а про матрицы. Вот механики сплошной среды в начале 60-х годов при исследовании тензорных порождающих различных возникающих алгебр Спенсера и Ривлен как раз были первыми, кто, видимо, печатал работу, в которой это понятие в явном виде появилось. После этого ПАС в 1984 году дал квадратичную оценку. Соответственно, впоследствии Папачена уже не для матричной алгебры, а для произвольной ассоциативной алгебры руководствуясь двумя инвариантами размерность, это D в данном случае, и максимальная степень минимальных многочленов элементов нашей конечной алгебры тоже получил оценку, которая, ну вот скажем, в случае матричной получше, чем оценка ПАЗа, там была квадратичная, а здесь n в степени 3 разделить на 2. Соответственно, очень нитриальная работа, и очень часто длина и оценки на длину совершенно нетривиально возникают в самых разных задачах, вот я уже упоминал там механику сплошной среды, но бывают задачи чисто матричные, например, задача унитарного подобия. Вот есть критерий Шпехта, унитарное подобие двух матриц А и В. Вот такие следы, вот таких слов должны все время совпадать. Но это такой критерий, который, когда был Шпехтом доказан, он казался бесконечным. Вот в 62-м году Пирси показал, что на самом деле достаточно перебрать слова степени не выше вот такой квадратичной. После этого был целый цикл работ Юрия Абдуловича, Хакима Даджановича, посвященных уже унитарной конгруентности матриц, посвященных семействам матриц, где показывались конечные критерии для унитарного подобия семейств матриц, для конгруентности, ну, так сказать, базирующиеся на понятии длины. Также вот в квантовых науках, опять же, длины определенных порождающих элементов, скажем, кукоммутирующих, тоже позволяют параметризовать целый ряд задач. Я сейчас не буду углубляться в приложение, которым посвящена отдельная литература, а просто хочу заметить, что даже вопрос для матричной алгебры о линейности длины открыт. И даже более того, вот есть конкретная гипотеза, что длина матричной алгебры — это 2n-2, где n — это размер. Открыто, начиная с шестерки. Вот такие вот интересные задачи про эту функцию, даже для самых таких часто встречающихся нам алгебр. Хочу обратить внимание, что если мы рассматриваем матрицу, у которой минимальные и характеристические многочлены совпадают, то есть если система порождающих нашей алгебры содержит такую матрицу, то вот гипотезу паза, вот эту вот нижнюю гипотезу мы доказывать умеем. Это вот недавняя работа вместе с ирландскими математиками Томом Лаффи и Еленой Шмигочей и Ольгой Марковой. Соответственно, ну а вообще говоря, так сказать, нужны какие-то другие сильные условия, чтобы доказывать верхнюю оценку. Вот если мы имеем дело с кукоммутированием, и оно происходит на корень катой степени из единицы, примитивной, то вот в этой работе удается получить оценку на длину вот такой вот кукоммутирующей порождающей системы. Соответственно, ну простые конструкции матричные, и не обязательно матричные, вот, например, конструкция прямой суммы алгебры. Вот, справедливо такая оценка. Снизу максимум длин, и, так сказать, сверху сумма плюс один. Это оценка точна. Здесь я привожу примеры алгебр, на которых, при помощи которых можно построить, показать, что каждый из этих оценок достигается. В данном случае это ниль-треугольные матрицы и диагональные матрицы над большим полем. Больше размера матриц. В данном случае действительно соотношение, при помощи которого мы редуцируем слова, вот, можно в явном виде выписать. Ну и, соответственно, в явном виде указать алгебру матриц, алгебру, в данном случае ниль-треугольных матриц, двухблочную сумму таких двух-треугольных матриц, на которых достигается верхняя оценка, на которой достигается нижняя оценка, ну и, соответственно, верхняя тоже. Ну, как ведет себя эта функция под действием теоморфизма? Справедлива такая естественная оценка, и даже более того, ну, изоморфизм, конечно, обеспечивается впадение длин, но, разумеется, не наоборот. Вот перед нами диагональные, треугольные матрицы, длины которых совпадают, но которые далеки от изоморфизма. Интересное свойство при переходе к подобъектам. Оказывается, что длина — это такая функция, у которой длина под алгебр может превышать длину алгебр. То есть вот я сейчас приведу конкретный пример. Вот рассмотрим алгебру, порожденную вот таким множеством матриц. Ну, непосредственные вычисления показывают, что длина этой алгебры равна 2, то есть вот этот максимин равен 2. А в то же время здесь есть вот такие вот бедовые под алгебры, которые порождены вот тем, что называется non-derogatory matrices, то есть у которых минимальность совпадает с характеристическим многочлены. А они порождают под алгебр размером с n-1, то есть в данном случае 3. Ну и эксплуатируя эту конструкцию, рассматривая блочные суммы, мы всегда можем получить для данной алгебры, раздобыть в ней под алгебру, длина которой на любое k больше, чем длина исходной алгебры. Вот такая вот причудливая функция. И даже, так сказать, отношение можно тоже сделать произвольным. Отношение длины алгебры и под алгебры. Стоит заметить, что когда мы рассматриваем верхние оценки, то можно считать полиалгебрически замкнутым. Вот справедлив такой результат. При замыкании длина может только вырасти. И действительно, эта оценка может быть как точной, так и не точной. Вот я указал ниже пример. Если мы имеем дело, скажем, с локальными алгебрами, то есть все необратимые элементы образуют идеал, единственный максимальный идеал, то фактор по нему это тело, и там много других эквивалентных определений, но с точки зрения длины ситуация такова. Если у нас конечномерная локальная алгебра, ну, конечно, мы рассматриваем радикал Джекобсона, он нельпатентен, и вот через этот индекс нельпатентности можно оценить длину. Вот такая вот оценка справедлива. Более того, Ольге удалось доказать теорему в произвольной ситуации, соответственно, длины алгебры через указанные инварианты. И эта оценка точна. Вот так называемая алгебра Шура, такая вот максимальная коммутативная подалгебра, на ней достигается значение. Нужно отметить также, что на самом деле справедливые, что следующие три условия эквивалентны. Длина на единицу меньше, чем размер. Алгебра порождается матрицей, у которой минимальные многочлены характеристически совпадают. И алгебра максимальная коммутативная по включению в матрицах. Соответственно, можно даже сказать большее. Вот если ввести понятие централизатора, то есть такие элементы, которые коммутируются всеми элементами нашего множества, в частности, с данной матрицей, это будет централизатор нашей матрицы. И будем говорить, что матрица минимальна в смысле централизатора. То есть если какой-то другой в ней содержится, то они должны совпадать. Так вот, оказывается, что в терминах централизаторов, как, впрочем, и в терминах графов, можно охарактеризовать вот эти классы матриц. Вот централизаторы я уже ввел. Теперь, значит, на языке графов мы рассматриваем графы коммутирования. То есть рисуем ребро, если объекты коммутируют, элементы коммутируют, и в противном случае нет. Такой вот бесконечный граф возникает. Понятно, что такое путь в этом графе. Значит, вот дистанции, расстояние между двумя точками, это путь минимальной длины. И вот оказывается, что эквивалентны следующие 9 условий. Значит, вот у матрицы минимальный многочлен совпадает с характеристическим, над замкнутым полем. Она минимальна в смысле централизаторов. Централизаторы — это просто многочлены. Значит, вот этот самый централизатор — это максимальная коммунитативная подалгебра по включению. Тот факт, что наша матрица для каждого лямбда имеет только один жорданов блок, отвечающий этому лямбду в канонической форме. Наличие циклического вектора. То, что это подалгебра максимальная среди коммунитативных подалгебр в матрицах. И то, что для любой матрицы выполнено такое условие на расстоянии в графе. Вот эти 9 условий являются эквивалентными. Над незамкнутым полем только первые 8 условий будут эквивалентны. Девятое, например, над рациональными числами уже у нас разрывный граф просто получается. В случае коммутативных подалгебр можно указать более деликатную оценку, зависящую от двух параметров покупок Пачены, которые получила Ольга Маркова. Она точна. Если мы, например, рассматриваем групповые алгебры, то значение длины очень часто там достигается. Скажем, если у нас конечная обеева группа, есть вот такое условие на характеристику, и поле достаточно большое, больше, чем порядок группы, то длина это просто мощность группы минус один. А, так сказать, если поле маленькое, то мы как раз имеем дело с ситуацией предыдущей оценки в полупростом случае. И вот ниже выписан ответ в модулярном случае. На самом деле, если группа циклическая, то мы полностью можем вычислять длину. В случае, когда группа нет, циклическая, многие вещи зависят от поля. Вот я привожу некоторые вычисления, не буду уходить совсем в подробности. Вот, скажем, для группы Диедра есть конечный ответ, который получен Ольгой и Мишей. А вот если мы даже возьмем такую простую алгебру, как групповую алгебру квадронионов, то мы столкнемся с тем, что тут в ответе участвует такая очень важная характеристика, как уровень поля, то есть минимальное количество квадратов, которое нужно, чтобы получить минус единицу. И вот оказывается, что для групповой алгебры групп квадронионов в случае, когда характеристика отлична от двух, вот этот уровень поля имеет значение, и длина действительно от него зависит. Ну, я подробно рассказал про ассоциативный случай, но длина, как мы уже обсуждали, может быть определена и в неассоциативном случае. Только вот этого свойства совпадения, то есть вот если мы рассматриваем фильтрацию подпространств, слов не выше данного, которые в данном случае обозначены вот с тем порождающих S, и мы рассматриваем L, И, Т, эти подпространства, слов длины не выше И. Соответственно, совпадение двух элементов этой фильтрации не обязательно извлечет совпадение дальнейших всех элементов. Ну и тут возникают естественные вопросы, а сколько нужно? Пример, показывающий, что двух не хватает перед вами, а на самом деле, оказывается, если совпадают от катова до двакатова элементы нашей фильтрации, то тогда уже есть тотальная стабилизация. Ну, в принципе, можно по индукции доказать. Я, наверное, пропущу. Ну, вот какова оценка длины в неассоциативном случае? Вот вместе с Димой Кудрявцевым мы получили такую верхнюю оценку. Значит, 2 в степени n-2. Ну, просто на самом деле мы на каждом этапе смотрим, насколько можно двигаться по фильтрации, не добиваясь прироста размерности. Ну и вот худший случай позволяет нам, рассмотрение худшего случая позволяет нам получить оценку. Эта оценка точна. Вот здесь предлагается алгебра, на которой реализуется данная верхняя оценка. Ну и она вот зависит от размерности нашей неассоциативной, вообще говоря, алгебры. В принципе, мы хорошо знаем, например, процесс Келли-Диксона, который позволяет конструировать неассоциативные алгебры. Начиная от квадранионов, длина которых 2, и достигается на данной порождающей системе актанионы, длина которых 3. Но на самом деле ситуация дальше с теми алгебрами, которые дает нам процесс Келли-Диксона, уже не такая тривиальная. Например, для сединионов вопрос открыт. Есть только оценки. Но для произвольной алгебры Гуровица, то есть для которой норма определенная мультипликативно, вместе со Светой Жильиной мы получили конкретный ответ. Это логарифмическая функция от размерности. Ну и даже на целый класс таких стандартных композиционных алгебр, то есть где наследуется вот это выписанное выше свойство, что норма мультипликативна, тоже ряд этих результатов обобщается. Есть целый класс алгебр неассоциативных, рост длины у которых как у ассоциативной. То есть вот если мы посмотрим на конечномерные алгебры Ли, то здесь будет вот такая оценка через размерность, которая будет точна. Похожая ситуация. В принципе, можем даже мы оценивать через длину порождающей системы для алгебры Ли, присоединенной к данной ассоциативной. Длину ассоциативной алгебры. Вот здесь выписана оценка, но только для фиксированной порождающей системы, потому что есть примеры, показывающие, что для длины всей алгебры, есть все возможные примеры, показывающие отсутствие какого-либо неравенства между длиной присоединенной алгебры Ли. Для алгебры Лейбница тоже такая ситуация. У вас длина не превосходит размерность. Такая же ситуация для алгебры Новикова. Опять есть точная оценка через размерность на такой алгебре достигающейся. Для алгебры Зинбеля похожая ситуация. Поэтому есть целый класс алгебр с такой медленно растущей длиной, как у ассоциативной алгебры. На самом деле нам удалось выделить некое комбинаторное условие, которым удовлетворяют все эти указанные классы алгебр, для которых, пользуясь таким вариантом, как прыжки длины, сейчас чуть дальше расскажу, и характеристические последовательности, связанные с функцией длиной, нам удается показать, что рост длины слабый, то есть как у ассоциативной алгебры. Ну вот я сейчас не буду углубляться в специфику этих комбинаторных условий. Важно, что вот эти стандартные классы, которые я перечислял, там находятся. Ну и вот вводится понятие слайдинг и миксинг алгебр. Которым указанные классы алгебру удовлетворяют. Соответственно, вводится понятие характеристической последовательности. И это вот на самом деле в ассоциативном случае у нас последовательность размерностей нашей алгебры ведет себя достаточно просто, а в неассоциативном, возможно, прыжки. И вот размер прыжка участвуется указанием количества элементов, равных индексу, на котором этот прыжок стартует. Ну вот общая идея вот этой характеристической последовательности. И оказывается, что работая с характеристической последовательностью, можно показать, что вот при условии соблюдения, при условии миксинг, при условии слайдинг, действительно справедливые соответствующие оценки, то есть длина растет не более чем размерность. Есть также и алгебры, длина которых растет не более чем размерность и за пределами этих классов, конечно. Там, скажем, алгебры Винберга. Оказывается, что характеристические последовательности очень удобны для того, чтобы работать с неассоциативными алгебрами и строить неассоциативные алгебры данной длины. Вот я сейчас опять же не буду погружаться в вычисления, а просто хочу сказать, что некое, можно выделить некое конкретное условие, вместе с каждой характеристической последовательностью можно построить базис, обладающий целым рядом свойств, при помощи которого мы дальше можем строить алгебру фиксированной длины. Так вот, эта алгебра будет удовлетворять такому, эта характеристическая последовательность данной алгебры будет удовлетворять такому условию. Оказывается, что каждый элемент этой характеристической последовательности является суммой каких-то предыдущих элементов. Это то, что иногда называют в комбинаторике аддитивная цепочка. Вот будет справедливо такое вот условие, что характеристическая последовательность в неассоциативном случае вообще говоря всегда является аддитивной цепочкой. аддитивной цепочки это целая отдельная наука, где тоже очень много открытых проблем. Они требуются, когда мы, например, рассматриваем, есть куча комбинаторных задач, например, задачи на взвешивание. Нам нужно, используя 1-килограммовую гирьку, завесить 50 килограммов за минимальное число шагов. Конечно, можно по одному добавлять, но это будет неоптимально. Оказывается, проще всего двигаться по аддитивной цепочке, которая выписана здесь на слайде. Просто добавляю 2, потом 4, удваивая. И это куда более оптимально для нас соответствующей цепочки 7. Или когда вы рассматриваете быстрое возведение степени. Опять же, чем считать какую-нибудь степень, просто каждый раз умножая, если мы действуем при помощи аддитивной цепочки, то это гораздо оптимальнее. И вот очень важный вариант длина этой аддитивной цепочки, вот, например, есть диодизы о длине Брауэр Шольц поставили очень интересный открытый вопрос, который до сих пор, конечно, очень много изучался, там много известно, но в общей сложности вопрос открыт. Ну и вот оказывается, что вот такие нетривиальные объекты комбинаторики и длина алгебры очень сильно связаны. Вот мы умеем характеризовать комбинаторные последовательности, являющиеся характеристическими функциями длин неассоциативных алгебр, и в этих терминах можем решать, например, проблему реализуемости. Вот оказывается, я уже говорил, что оценка на длину неассоциативной алгебры как 2 в степени на минус 2 точна, а вот можно задаться таким вопросом, а можно ли изготовить алгебру, у которой 2 в степени на минус 2 минус 1, ну на единичку меньше. Вот оказывается нельзя. И присутствует некая дыра, вот я тут ее изобразил красным цветом, до следующего значения у функции длины, которая 3 на 2 в степени на 4. Между ними нет никаких значений, но опять же, как следует из теории аддитивных цепочек. Потом снова еще одна дыра и значение, следующее реализуемое значение тоже выписано. Есть даже черная дыра до от n квадрат до 3 умножить на число. Пока не известно, как устроено, какие значения реализуются, как длина неоссоциативной алгебры. Напоследок я бы хотел сформулировать результат про длину квадратичных алгебр. Понятно, что такое квадратичная алгебра, есть некое соотношение, один из коэффициентов интерпретируем как норму алгебры, другую как след. И оказывается, что появляется другой очень важный герой, известный в комбинаторике, число Фибоначчи. Оказывается, длина квадратичной алгебры оценивается всегда сверху n-1 числом Фибоначчи, где n это соответственно размерность этой алгебры. Это опять же 30-страничная статья в Journal of Algebra, я сейчас погружаться в эту комбинаторику не буду. Хочу отметить только лишь, что уже для кубичных такой оценки не будет. И так сказать ситуация, но эта оценка достигается. Например, для локально-комплексных алгебр, то есть где любая подалгебра однопорожденная изоморфна С, можно предъявить алгебры, на которых она достигается. Но и в то же время кубичные, на которых длина больше. Вот, наверное, я уже должен завершить и хочу завершить вот этими тремя вопросами. Вопросов про длинные неостативных алгебр тьма тьмущая и тут можно перечислять и перечислять. Ну вот такие вот и даже про ассоциативных алгебр очень много. Ну вот такие три я бы сейчас привел. Значит, вот как мы уже обсуждали, до сих пор неизвестна длина матричной алгебры над полем. Нижняя оценка 2n-2, а вот есть уверенность, что это просто линейная функция. быть может, вот эта функция 2n-2 и будет ответом. Ну вот такой четко поставленный вопрос, стоящий уже там более 40 лет, до сих пор открыт. Вот. Аналог оценки ППЧН, то есть когда у нас более деликатная верхняя оценка на длину, мы рассматриваем функцию размерности и максимальной степени минимального многочлена элементов нашей алгебры. Тоже очень здорово было бы заполучить такую оценку, неизвестно там за исключением каких-то конкретных классов. Ну и алгебра соединенов, следующий шаг по дороге Келли Диксона тоже пока длина не вычтена. Ну, поэтому я сейчас здесь остановлюсь. Спасибо большое.